Всем привет! С вами Снежана! И вы на канале Снежан Снежок! И сегодня, как думаете, что же я буду делать? Наверное, по названию ролика вы уже поняли, что же я буду плести. Из этих очень крутых ниток я привела очень много всего. Например, кофточку, плед, балаклавы, панавы, повязку, гетры, много чего. Ну а сегодня я буду плести сумочку в стиле Хаги-Ваги. А вы пишите в комментариях, что же можно сплести из этих ниток еще. А плести я буду из вот таких вот ниток, алиэзе пуфи, с них плести очень легко. И вот я уже подобрала цвета. Красный, белый и много синего. Сама сумка у меня будет синего цвета. Будем сейчас плести большое полотно. Ну что, убираем белые и красные нитки и оставляем только синие. Ищем кончик. Так, вот он. Он у меня уже с хвостиком, разрезать не нужно. И начинаем плести полотно. Для полотна я считаю примерно 15-16 петелек. Так, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. Вот. Пятнадцать петелечек. Вот наша пятнадцатая петелька. И теперь мы берем пятнадцатую и четырнадцатую. И набрасываем пятнадцатую на четырнадцатую. Получается такой вот как крестик. Теперь мы берем нитку из мотка. Рабочая нить. И продеваем так же само с поднизу. В эти же скрещенные петельки. У нас получается такой вот как крестик и сердечко. Вот, вот так вот. Теперь берем следующие петелечки. Тринадцатая и двенадцатая. И их тоже накидываем. Так же само, в ту же сторону. Берем дальнюю. На вот эту. И тоже провязываем. У нас получаются вот такие вот крестики. Так делаем до конца ряда. Накидываем. Обязательно нужно накидывать в одну и ту же сторону. Чтобы получался красивый рисунок. Продеваем. Так. Смотрим ровно. Да, в одну и ту же сторону смотрит. Следующие. Тоже продеваем. Просматриваем. Да, все в одну сторону. Смотрите, у нас тут остаются три петельки. Мы эти две петельки набрасываем. Таким же способом. В левую сторону. Провязываем. И у нас тут остается одна. И мы эту одну набрасываем на правую сторону. На вот эту вот предпоследнюю петельку. Делаем, получается, рисунок в другую же сторону. Вот, получается, в другую сторону мы делаем крестик. Вот так. И тоже провязываем. Сначала провязываем в эту же, которую мы только недавно привязали. И в эту последнюю. Вот. Вот что у нас должно получиться. Так, теперь остальные мы тоже одеваем в правую сторону. Теперь остальные мы тоже накидываем в правую сторону. Уже не в левую, а в правую. В правую. Смотрите так, чтобы у вас получался вот такой вот рисунок. Это называется плетенка. А ну, стоп, не стоп. Снова набрасываем на правую сторону. Продеваем. Такой прикольный рисунок у нас получается. Продеваем. Просматриваем, в правильную сторону ли мы накидывали. Да, красиво получается. И в правильную сторону. Так, две последние. И у нас, получается, еще одна остается. Мы эту одну набрасываем теперь обратно на вот эту предпоследнюю. Тоже в левую сторону. Теперь плетем влево, обратно. Так, продеваем в эту последнюю. В следующую. И теперь в эти две. Тоже скрещиваем в левую сторону. Продеваем. И так до конца ряда. Я вам рассказала и показала, как сделать вот такой вот красивый рисунок. А полотно вязать нам нужно довольно большое. Поэтому встретимся, когда я его довяжу. Вот наше полотно уже готово. Я уже закрыла ряд, спрятала хвостики. Вот так вот это у нас будет. Вот такая вот сумочка. Я не хочу сильно большую. Будет вот такая вот. Вот. Мне она очень нравится. Думаю, будет очень прикольно. А сейчас мы будем делать ручки для этой сумочки. Наверное, я сделаю одну. Так. Сейчас будем примерять, какая ручка сюда больше подойдет. Маленькая, большая или какая-то средняя. Можно этот хвостик продеть в петелечки здесь, в краешку. Вот. Так. И вот какую-то вот... Какую-то петельку тоже просовываем в петельки. Вот, смотрите. Думаю, так будет достаточно и хорошо. Поэтому будем делать вот так. Так. Какая у нас петелька выпала? Примерно такая. Ну, я думаю, взять немножко побольше. На всякий случай. Так. Вот так. И теперь мы берем, вытаскиваем. И начинаем делать так же самое, как балаклаву. Эту часть переворачиваем на другую. И начинаем продевать петелька в петельку. Вот такая вот сумочка у меня получилась. Это я еще не пришила и не сделала приказ. Это классный шарфик мини. Сейчас берем красные и белые нитки. Будем делать рот и глаза. Интересно, что же из этого получится? Вам тоже интересно? Если да, пишите в комментариях. Для рта нам понадобится красные нитки. Я взяла и связала косичку обычным образом. Как я показывала на видео. Вот. Обычная косичка. Вот такая вот длинная у нас косичка получилась. И теперь прилаживаем. Смотрим, какой рот у нас будет. Вот примерно такой, думаю, будет нормально. Это мы еще потом выровняем. Так. Вот так вот. Нужно будет его повернуть. Вот. Так. Думаю, хорошо. Теперь мы берем вот эти хвостики. Делаем как мини-узелок. И теперь протягиваем вот эти хвостики в петельки, чтобы зафиксировать. Вот. Вот такой вот рот у нас получился. Вот. Мы его уже сделали. Осталось только пришить. Вот. Зубы мы сделаем из белого. У меня вот как раз есть один кусочек такого белого. Просто одна петелечка. Вот она. Мы берем, просовываем в основную нить этот зуб. Получается, здесь так и остается красивая косичка. А с другой стороны основная нить. И мы просунули через нее вот так вот петельку. Теперь мы берем и завязываем. Завязываем мы вот так. Мы берем и продеваем. Вот. Затягиваем. Наверное, нужно продеть другой стороной, чтобы получился более овальный зуб, а не квадратный. Дело получается вот так. Вот в другую сторону. Оп. Оп. И у нас получился зуб. И смотрите, у нас получился хаги-ваги с зубчиком. С одним зубчиком. Смотрите, какая милота, можно так сказать. Вот такой вот у нас зубчик один получился. Сейчас сделаем так весь рот и посмотрим, что же у нас получится. Ну что, как мы делаем наши маленькие зубчики? Мы берем, ищем кончик. Так, где наш кончик? Вот наш кончик. Тут как раз нету хвостика, его отрезать не нужно. Вот мы берем. Вот наша петелечка. Мы разрезаем вот посрединке, вот здесь. Вот, разрезали. Это можно чуть убрать, чтобы она не сыпалась потом. И у нас получилась вот такая петелечка, зубчик наш, для хаги-ваги. Теперь у нашего хаги-ваги два зубика. Смотрите, делаем так много зубов. Так, я сделала наш рот. Смотрите, как вам. Я хаги-ваги. Как вам мой рот? Так, кладем сюда. Теперь мы берем черный цвет. Вот, у нас есть как раз чуть-чуть. Думаю, много не надо. Делаем большой хвостик. Так. Разрезаем. Так, делаем вот такой вот хвостик в две петельки. Вот, обкручиваем на три пальца. Так, хвостик этот держим. Теперь продеваем петельку в петельку. Нет, теперь продеваем петельку в наш круг. Вот, получается. Получается, мы вот так двери вокруг пальцев. И эту петельку засовываем вовнутрь. И еще одну. Засовываем вовнутрь. Чтоб внутри получились две. И теперь эти две петельки мы соединяем как одну. И продеваем в них одну с основной нити. Вот. Делаем так примерно шесть раз. Смотря на сколько больших глаз вы хотите. Но теперь мы продеваем одну петельку. Потому что здесь у нас уже одна есть. Получается две. Мы их тоже соединяем. И продеваем петельку из ряда. Я сделала четыре. Берем хвостик. Вот что у нас получилось. Берем хвостик. И мы теперь просто так вот тянем, тянем, тянем. Пока не затянем. Вот. Затягиваем хорошенечко. И вот что у нас получилось. Такой вот глаз. А потом будем делать белый. Поэтому мы берем какую-то вспомогательную штучку, булавочку какую-то. И цепляем где у нас начало. Чтоб мы запомнили, докуда нам идти. Так. Вот так вот я подцепила. И теперь мы вот эти боковинки берем. Продеваем петельку из основной нити с-под низу. Продеваем. Соединяем вот эти две петельки. И петельку из основной нити продеваем с-под низу. Вот что у нас получается. Так делаем вот так вот по кругу. До фиолетовой штучки. Вот что у нас получилось. Вот такой вот глазик. Теперь мы делаем белым. Ну, получается. Отрезаем. Вот так вот. Оставляем еще одну петельку, чтобы эту петельку разрезать посредине. И у нас появился хвостик. Вот. Петелька сверху и хвостик. И теперь мы привязываем белый. Делаем хвостик у белого. Вот. Разрезаем. И привязываем. Все. Теперь плетем так же само. До фиолетовой штучки. Так. Мы, получается, берем белую уже петельку. Продеваем вот эти две краи. Соединяем две. Но смотрите, что мы делаем. Не вот так вот. Мы поворачиваем петельки таким способом, чтобы белый был сверху черного. Вот так вот. Получается, белый кладем на черный. И с под низу продеваем белую петельку. Вот. Вот так вот. Все. А теперь дальше плетем, как обычно. Вот такой вот глаз у нас получился. Смотрите. Можно сделать белого побольше. Это уже по вашему желанию. И смотрим. Мы, если что, сможем потом вот так вот, как немножко в кружочек завернуть. Вот так вот, чтобы был глаз у нас объемным. Смотрите, как прикольно получается. А если вы хотите сделать глаз вот более реалистичным, то вы можете взять вот эти остатки от белых, которые у нас порвались. Соединить их как в петельку. Завернуть. Вот так вот, как такая штучка. И смотрите, что я сейчас сделаю. Продеваю спод низу, делая блик. Вот такой вот блик. Думаю, очень прикольно смотрится. Так, вот так вот глаз. Так вот глаз можно будет потом прижать. Сделать, как вам будет красиво. Ну, как вам понравится. И вот смотрите, что у нас получится. Ой, глаз отпал. Вот такой вот у нас глазик получится. Делаем такой же второй. Ну что, пришиваем? Оба-часть! Смотрите, что у нас получилось! Вот такая вот сумочка. Она очень смешная. Давайте ее померяем. Так. Она очень мягенькая. Ну что, давайте попробуем. Вместительная ли она? Вот такая вот у меня сумочка теперь модная. Смотрите. Два глаза. Зубы, конечно, немножко странные. Разные стороны смотрят. Да ничего страшного, как у Хаги-Ваги. А на этом все. Не забудь поставить лайк и подписаться, если тебе понравился мой Хаги-Ваги. Поэтому всем пока! Всех люблю! Пока-пока!